здравствуйте мои дорогие очень рада встретиться с вами на моем канале сегодняшнем видео к нашей с вами огромной радости присутствует в гостях у меня моя любимая и лучшая подруга она нам сегодня поможет сделать совершенно объективные выводы о всей парфюмерии которые мы будем сегодня с вами рассматривать 8 новых ароматов у меня сегодня на обзоре и уже такая категория ценовая пришла к нам где не бывает плохой парфюмерии где она вся очень хорошего качества и вся разнообразная интересная у нас лена совершенно диаметрально противоположные вкусы поэтому мы с двух так сказать позиции с двух точек зрения будем смотреть на всю сегодняшнюю парфюмерию все ссылочки я оставлю для вас в описании под видео также скидочный промокод на 10 процентов 10 love shop он постоянно многоразовый сумерится всеми скидками акциями на сайте действовать на весь ассортимент запомните его применяйте при всех своих последующих заказах чтобы круто сэкономить также не забывайте оставлять отзывы на все товары которые вы уже получите за каждый отзыв вам рандеву на числе 25 рублей вы сможете потом все это сложить и списать при оплате своего следующего заказа а мы начинаем всем желаю приятного просмотра и так первый аромат который мы откроем сегодняшний обзор от нами с вами любимого бренда зарко парфюм молекула 19 бич знакомлюсь только да с этим ароматом ранее я его не слушал не встречала очень не было интересно на него посмотреть это аромат для мужчин и для женщин в их классическом США на флаконе он описывается как кокосово-древесно-ванильно-сладко-лактонный и здесь всего пять нот верхний нот это кокос средний нот это снова кокос и в базе это светлое дерево плюс мускус и плюс ваниль то есть база очень красивая древесно-ванильная да ну кокосовый аромат моно кокос я здесь слышу очень приятно если вы любите эту ноту если хотите какой свежий потому что мы наверное привыкли кокосовое масло да слушать часто а тут прям свежий кокос как в шоколадке от баунти только там сладко сладкое звучание да из-за того что там кокосовая стружка она в сахаре вымоченные в шоколаде а здесь он прям свежий приятный дан для всех кто любит ноты кокоса это очень реалистично очень красиво до светлое дерево здесь базе легкая мягкая ваниль но в основном это прям кокосовый аромат до дерево сейчас чувствуется очень интересный такой аромат несмотря на то что у него так мало нот но кажется он каким-то очень объемными таким достаточно содержательным интересно как будто бы не надо ничего добавлять да он такой вот целостный и мне кажется он подойдет и для мужчины и для женщины какой-то унисекс на мальчике представляешь этот вкусненький кокосик кокос нет а вот то что базовое осталось это дерево вполне да кокосу он очень быстро ушел вот то есть насладиться до до какой минута минуты и кокоса нет наедине с собой да вот вот нет кокоса согласись уже все осталось дерево на 100 и мускус мускус и ваниль а ваниль я не чувствую я чувствую сейчас ну может быть какому-нибудь юному мужчине юному молодому человеку юном пятилетнем мужчине но я вот чувствую на светлый древесине здесь ваниль и все равно отголоски отголоски как я уже не чувствую это он у меня пришел видимо потому что ты его долго долго вдыхала я совсем немножечко и поэтому он у меня очень быстро ушел в основном я чувствую дерево вот у лены такое видение она бы на мужчине его с удовольствием созерцала а для меня это прям вот девчачий какой-то аромат прям вот кокос кокос аромат какого-то уходового средства да у нас много всяких кремушков для с кокосом бывает видите как по-разному да все парфюмерию слышат понимают ну вот для мужчин и для женщин а я не знала я просто интуитивно подумал что на мужчине на молодом человеке летом 25 было бы неплохо следующий парфюм у нас в дорогом богатом таком флаконе это сокол до или что-то из таких охотничьих птиц птица красивая но вот ее голова меня как-то смущает но учитывая что здесь иероглифы но что-то такое восточная прям да прям сочетается у них же соколина это скорее всего сокол соколиная охота что-то такое скалина охота это что это когда на сокол охотится нет это когда сокол птица охотник они ее там что-то как-то она у них там живет на руки они ее так вот таскают глаза и закрывают цена совершенно приемлемая флакон вот такой дорогой богатый золотыми какими-то ну прям по-восточному дорого-богато это у нас с с вами унисекс 18 даже замолчала можно в чувство приводить вместо нашатыря вместо нашатыря можно сразу же так и ожил я здесь а внутренний голос такой беги беги да унисекс 18 год выпуска группа цитрусовые древесные ну вот сейчас цитрусы пришли цитрусы лимон и бергамот прям вообще цитрусы цитрусы но он все равно очень яркий для женщины такой очень насыщенный очень как будто бы брутальный но у женщины не может быть настолько брутально а сейчас внутри открывается полынь полынь это такая очень активная нота шалфей помнишь который вот шалфей да палисандр это получается пряности кардамон вот пряности чувствую сейчас вот уже пряность и в базе белый кедр и шафран ой шалфей был господи в средних нотах шалфей а в базе шафран не там прочитал и шалфей шафран мне все равно он даже несмотря на то что вот первое вот что-то там страшное такого выметрилось но все равно очень тяжелый прям тяжелый такой массив такой вот лежит на человеке будто на тяжесть есть потому что полынь горькая шалфей палисандр кардамон шафран в общем все сюда много вот этих вот трав пряностей кстати терпеть не могу полыть в парфюмере он такой горькая для меня это мужской аромат никак не унисекс вообще мужской да вообще он мужской да прям мужской вот да вот араба с таким парфюмом я точно себе представляю восточного мужчину вот с таким парфюмом да ярким горьким активным я бы не хотела на своем мужчине я тоже бы не хотела ладно дальше demons of love от моноли парфюмс демоны любви для мужчин и для женщин снова вот в этой вот как будто пробирочки да классно у них от этого ко мне прям так нравится как от микстуры от какой-то он написывается как фруктовый сладко амброво цитрусово белый цветочный медовый и вот мы с леной обсуждали да что здесь лист табака содержится я говорила что мне очень нравится табак в парфюмерии она не слышала так что будет она сегодня открывать свои парфюмерные горизонты расширять их точнее 23 код создания то есть вот всего этому аромату он такой новенький свеженький принадлежит группе восточные пряные ну и да и давай и давай я тебе покажу что такое восточные пряные мне кажется это будет примерно то же самое чтобы предыдущий а вот и нет это очень сильно красиво я чувствую это это очень-очень красиво это так многогранно я прям ладан чувствую хотя он только в середине табак медовые соты вот это да вот это роскошь идти к мамочке что там какой-то вот 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 такой вот он вот только играючи чтобы понимали мы слышим сейчас лист табака и медовые соты до верхних ноток в середине появляется дым 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 слива слива очень красиво в парфюмерии всегда звучит амбра белый табак то есть табачный здесь усиливается в базе восточные ноты фруктовые ноты и цитрусы вот этим должен пахнуть мужчина офигенно просто красиво да табак звучит в парфюмерии это это не земной мужчина такой какого даже писать невозможно вот он мимо пройдет это просто поворачиваешься он ничего себя вроде бы не представляет но ты уже безума от него вот это вот про этот аромат так что мужчины кто из себя ничего не мы для вас вот так сказать выход нашли понимаете это когда не только там несколько женщин смотрит на тебя когда вот все вот так вот ты проходишь на тебя все оборачиваются офигенный а сама бы на себя не нанесла нет это для меня слишком я не смогу ну да кстати ну это какой-то вот такой аромат он для меня тяжеловатый да я не смогу хочется его вдыхать но не от себя да если идти рядом с мужчиной которые вот с таким ароматом я бы в него зарылась нос да 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 очень классный да от мужчины будет круто для женщины да да слишком брутально еще обратно возвращаю это кто это он же я бы хотела себе оставить потом передумал дальше у нас с вами номер 13 фэва от аркадия аромат для мужчин и для женщин в корном флаконе смотрите прям монолитный такой да и крышка черный сам флакон белая наклейка он описывается как свежий пряно-древесный фужерно-ванильно-бальзамический ой лена лена готовься ой я вижу да можжевельник для меня уже звучит тоже но можжевельник он кстати он так нежненько пахнет свежо да он не как розмарин ну вот а иглу сосны тоже свежо пахнут ну ладно сейчас посмотрим да посмотрим принадлежит группе восточные пряные восемнадцатый год создания давайте скорее скорее послушаем потому что вот у нас с вами можжевельник в эсцентрике да в пятом и там это очень красиво звучит прям так прохладно каким-то свежим воздухом горным каким-то лесом таким чистым да это классно это не так как ты представляешь здесь очень красивый мышевельник его прям много и он здесь все заполняет ну да такое ощущение что свежий ветер в лесу вот так вот это конечно не моё вот я чувствую уже перец такой немножечко есть даже шкочет нос немножко но приятно приятно для меня тоже мужской бергамот лимон чувствуешь только мышевельник перец да ты их не чувствуешь но они здесь есть я я ж только этот опытный пользователь не эксперт еще пока середине появляются иглы сосны плюс ладан и плюс корень ириса ну кстати вообще практически ничего не чувствую мне кажется бумажкой уже пахнет не знаю что такое и в базе это ваниль сандал и амбра то есть база такая мягкая теплая древесная сверху вроде свежесть серединке свежесть и пудровость а база прям такая спокойная я уже ничего не чувствую как будто все ушло нет я чувствую не знаю что чувствую но точно чувствую мужской аромат это не женский для меня он такой свежий достаточно не брутальный такой спокойный мужчина не навязчивый не навязчивый да такой вот когда есть не небольшой флюид от него идет но не более приятно для повседневности для работы допустим кто работает в офисе не будет раздражать будет таким небольшим шлейфом очень приятный приятно свежим да да следующий парфюм у нас с вами с ванилью я обожаю этот бренд у меня даже от этого бренда есть полноразмерный флакон сегодня мы с вами третью версию смотрим этот бренд полностью сосредоточился на создании ванильных исключительно ароматов да у них всех вот такой флакон серебристый непрозрачный с деревянной крышкой с наклеечкой вот с такой наклейки цветами различаются да так можно и собственно различать сами парфюмы по цвету наклеек ой этот аромат ванильно-древесно-фужерно-пудрово да сумасходящий думанища это ваниль такая вышибает сразу же амброво бальзамический лавандовый для женщин да не унисекс что очень важно и лавандой пергамотом он открывается в середине лабданом кориандр и герань и только в базе заявлено ваниль сандал ладан и ветивер но по факту это сразу ваниль да это прям ваниль ваниль и она здесь верхних нотах в средних да лаванды здесь капелька пергамота капелька даже практически не слышны они потому что здесь все ваниль заполняет лабданом этой ваниль чуть древесности придает кориандр чуть освежает герань и вообще здесь не слышу да и база здесь сандаловая ветиверовая сладана мне кажется это практически моно ваниль все что здесь ее окружает да по степени развития этого парфюма она только слегка какие-то отголоски придает этой ванили легкое такое обрамление так мне кажется этого не ваниль ваниль да это это не мое это очень сладко это очень приторно для меня ну кстати она приятная такая не такая ваниль который из пакетика высыпал и она прям на всю кухню пахнет нет достаточно приятная ваниль не скажу что она легкая все равно у нее такой достаточно массивно она чувствует на себя и точно такой не нанесу я с мы просто сойду знаешь я тоже не могла воспринимать ванильный аромат и пока себе не вбила в голову что по всем статистическим данным до ваниль нота ванили является самой сексуальной для мужчин надо попробовать я как бы вот знаешь учитывая эту информацию осознанно специально полюбила ваниль и сейчас я вот от нее кайфую и если ты набрызгаешься ванильным ароматом то мужчины прямо они сходят с ума у меня как-то сигначно брызгалось у меня такси с меня чуть не это хотел бы не хотела пускать закрыл двери и все говорит сказал это крыша сносно ну я возьму на заметку нужно ваниль точно посмотреть у меня сейчас дымка крыша сносная тоже хорошо она тоже сладенькая потому что есть один клиента пациент клиентах сказал есть один пациент над которым можно эксперименции ароматы все знаем о тебе скоро 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 будет ваниль будем проверять испытуем и уже есть так значит что у нас с тобой еще три аромата осталось сейчас у нас будет уд уд блоссом от манталь аромат для мужчин для женщин флакон все прекрасно знаем только он золотого цвета этот аромат описывается как цветочный белый цветочный древесный туберозово удовый желто цветочный цитрусовый посмотрите какой разносторонний парфюм принадлежит группе восточные цветочные 2008 год создания как давно он существует на рынке сколько 16 смотри как здесь все красиво должно быть прям приятно и действительно многогранно мандарин и бергамот здесь на старте да то есть чисто цитрусовая посмотрим примешивается к ним что-то или нет сразу чувствуется нет такого что только мандарин и бергамот сразу живут снизу звучит и кричит и уже слышим вверху туберозы и ланг и ланг шасмин цветочные ноты роза фиалка да по идее все это должно вот так открываться сначала два цитруса потом должны добавиться цветочные ноты и потом только в базе мы должны слышать уд но нет мы слышим уд с мандарином бергамотом потом уд с цветами и в базе у нас уд с сандалом с афлором и с мускусом но это очень активно у меня уже прям виски пульсируют здесь вот вот он не такой как мы с леной уд обозревали помешал такой прям сексуальный теплый был с розой и с сахаром да ведь прям очень мне самое главное делать умное лицо и все улыбаемся и маша сиди красиво смотри в камеру украшает видео я прям даже вот здесь вот ощущаю как это тяжело я сижу совсем не тот ой у меня аж голову я это не женщина и не мужчина однозначно что-то очень тяжелое для меня это дерево это дерево да с какими-то добавками пусть она это и носит да да ну может быть это можно использовать как что-то совсем вечерняя или отпугивающие или отпугивающие в темном переулке вот знаешь на чем он действительно пахнет деревом потому что вот это просто с каким с какими-то добавочками но хотя он мягче сейчас так вот уже мягче но все равно он какой-то как будто бы холодный как будто бы с даже с кислинкой это даже здесь кислинку сейчас это только мужской аромат да такой знакомый аромат такое ощущение что он вот где-то в нашей жизни бывает прямо очень знакомый но приятным сейчас кем-то даже немножко пудровым да из-за фиалки он стал ну это сто процентов мужской аромат и это немножечко дать ему выветрится такой прохладный даже с кислинкой вот мне больше что-то понравилось которым больше раз соглашусь им прям был мягкий только приятный обволакивающий так следующий парфюм нас от томас космола arabian passion мне нравится их флаконы смотрите они такие вроде как простые да ну стиль какой-то здесь присутствует и вот тут та история когда пробник недорогой до 256 рублей но вот 100 миллилитров стоит 11000 это у нас унисекс группа фужерные цветочные 21 год выпуска и ой-ой-ой кардамон шафран роза ладан пачули боже мой еще тут пристрелимся с тобой это будет прям это будет пряно и горько вот как жидкость для снятия лака у меня так же пахнет может быть сейчас останется что-то хочешь жидкостью сравнить очень похоже он пахнет какой-то вот да и семей который мы что-то делаем это все равно я так много когда можно что у меня с кулом происходит он тоже хочет разговаривать вы тоже свое есть мнение кардамон здесь очень-очень на кардамон не люблю кардамон шафран для при уладом люблю пачули не люблю есть кардамон и пачули вот почему мне это не нравится и здесь много то прямо прямо это не фужерные не цветочные что за ерундовое описание это прям но такого аромата можно протрезветь как бы на какой-то раз и человеку немножко не вменяем состоянии поводил около носа и все нормально осталось человеком такой отрезвляющий из уборочного состояния тоже можно вывести но тяжелый достаточно действительно он тяжелый и для мужчины это тяжело для женщины вообще тяжело да он скорее мужской ну прям очень тяжелый не захотелось бы это это аромат который когда идешь на какую-нибудь встречу тебе надо человека от себя отпугнуть вот это сработает но бывают же такие ситуации с нелюбимым подружками можно встречаться надо тут квест ведь не умереть самой от этого аромата с ума не сойти а знаешь чтобы не умереть самой надо что делать надо под волосы говорить вот сюда прескать назад и тогда ты не будешь чувствовать нет все будут чувствовать а ты нет хитрю вот такая следующий аромат я ни за что не прочитаю я только трусарти смогу прочитать мало еще итальянский о сейчас такой красивый мужчина сейчас будет очень сексуально разговаривать хочешь посмотришь на пьяца ласкала трусарди какое счастье что у нас того разные вкусы у нас потеряли совершенно противоположные вкусы на мужчин я смотрю на ее поклонников господи какой кошмар один хуже другого на моих смотрит гиджейс потом еще увидела это прекрасно для двух подруг это еще прекрасно никогда в жизни из-за мужиков не ссорились ни за одного нам никогда в жизни не нравился один и тот же и тот же человек но актеры только ну актеры это другое ну вот я люблю сережу лазарева ты же вы не любишь он пересек теперь вся страна знает об этом он красивее чем мы с тобой вместе и не люблю такое а я люблю его очень красивый с 14 лет до любовь навсегда не помнить арома высоцкий тебе не нравился самый красивый мужчина свете не для меня моя любовь юношеская татуировка всегда набила здесь здесь все секреты выдала все секреты это это вообще круто день нравится красивый мужчина в смысле нет для тебя красивые сережа лазарев он же для всех красивый для всех красивый у меня ну это круто поэтому мы с ней дружим не только поэтому по всему ну что последний да вот это давай еще раз послушаем билде секретен пьяца ласкала трусарды не нравится ему горячий итальяне хорошо мне достанется мне больше достанется буду выслушать и переслушивать да иногда я включаю какое-нибудь голосовое своего ухажера грилия ну посмотри какой голос на волосы своди какой кошелар как хорошо что мы с тобой такие разные что меня грит уже тошнит от него ну что что мы тут с тобой да мы только название же я вот тут уже брызгаюсь уже мечтала заговорили о мужчинах привет аромат для мужчин и для женщин и вот в таком флаконе который вы знаете я не люблю тебе нравится такой флакон безобразия куда-то какая-то собака это собака для меня это утка была у нас присмотрелась лучшие увидела 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 уши это собака цвет какой-то дебилистический для ну как у для утки как бы точно есть же такие утки они почему морда собаки а цвет утки а тело от лучшей татки вообще кошмар я бы вот ни за что в жизни вот такой вот у себя бы не держала но это вот это унисекс да у нас и он описывается как древесно кожаный тепло пряно амброво животно землистый животным тут собаку использовали собак к счастью не используют в парфюмерии сейчас хочу собаки же есть запах я тебе скажу что собака не единственное животное у которого есть запах или ты хочешь парфюм с ароматом собаки слушай есть люди которые любят собак да и сними аромат бы их собачки был бы всегда вот они на работу пошли с ними аромат собачки с ними или на них а зачем они собачачью морду сюда сделали какой здесь был смысл может быть трусарли переводится как собака обратите внимание лена воспринимает все очень буквально то есть если на парфюме голова собаки значит собакой это и должно пахнуть но это по аналогии как знаете погоди ты прочитала животный у меня совшлось голова собаки и животный аромат ну что я еще должна была подумать логично да вот как в дольче и габану фрукт коллекшн там вот с апельсином там получается апельсин на крышке с лимоном там на крышке лимон здесь блин могли бы до шерсть собаки и так ароматная тема собаки 20 года принадлежит группе древесные пряные и опа нет собаки нет собаки есть чья-то кожа не факт что не собачье животный понимаешь да ладно мне кажется мы уже союзная давай другого возьмем все перемешается это унисекс у нас ведь да да господи о нет на собаку люхай ой жесть да мне кажется это самое ужасное что что мы слушали это шафран горький это гвоздика горькая но в принципе шафран и гвоздика это звучит красиво но здесь все вот кожа 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 она все делает очень тяжелым горьким неприятным холодным каким-то лапданом да здесь древесности придает можжевельник должен освежать жасмин должен мягкости придавать в базе сандал кедр пачули и нагармута это кожаный аромат шафраном с гвоздика из пачули и все неприятно кто-то стучится после перерыва стало лучше да ну-ка дай-ка ленин вердит все тот же до кожи пахнет нет в машине кожа пахнет по-другому гораздо лучше все-таки кожа собаки это даже не кожа я не знаю мне незнакомо слово на гормота или как это читается растение такое журнодревесное наверное им пахнет это просто не мое и мужчине он тоже мне кажется ну совсем нет отпугивающий я знаю почему там собака нарисована почему крышка собаки отпугиватель собак к такому точно не подбежишь ну по мне не знаю я то ли извращен который мне это нравится но для меня сейчас ушло вот это вот ощущение какой-то жидкости для снятия лака вот все вот это вот ушла как будто бы вся влага отсюда и сейчас для меня вот это вот какая-то пудровая кожа сухая плюс шафран сухой плюс гвоздика как-то вот не знаю мне нравится ты нормальный просто тебе это нравится просто немножечко извращенка да не мне прям нравится то что вот какое-то увлечение мне потом аромат это не хочу от него отрываться но это зашифрованность она меня так действует кожа здесь прям ощущается но для меня все все разные мир это очень субъективная штука все на сегодня на лену мы отпускаем мне еще вот это вам поснять я себя тоже отпущу спасибо большое что были с нами на протяжении этого обзора отдельное спасибо всем кто досмотрел это видео до конца разворачивая в эти описания чтобы найти все лежащие там ссылки пользуйтесь моим скидочным промокодом на рандеву на 10 процентов подписывайтесь на все мои каналы соцсети это уже сказала нет еще не сказала надо повторить второй раз подписывайтесь пожалуйста да лайки дизлайки комментарии от вас пожалуйста особенно про собаку это было очень смешно подписывайтесь на канал лена я ссылку тоже оставлю в описании под видео у нас тоже разносторонняя личность и вышивает и и крестиком вот это вот про нее все по моему сказала все всех люблю целую обнимаю желаю быть самыми ароматными а я для этого буду делать все что моих силах встретимся в моем следующем видео всем до скорых встреч пока улыбаемся мы уже репетировали давай так репетировали где-то в твоем сне да без руки это было мы немножко мы всегда немножечко дурим когда встречаешь конечно жить надо именно так дуря оптимистично сейчас будут нам писать что не только я накидалась каких-то веществ и тебя угостила про вещества пишу про вещества ой люди не это не равняйте всех по себе короче вот так вот вам пассивная агрессия любите друг друга даже не пассивная и лиску тоже надо вас очень старается я посидела немножечко и уже слегка опьянила от этих ароматов хотя я не пьющий человек мне уже так немножечко дурно она же целыми днями это делает то что это труд цените этот труд да 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 люблю тебя ну все на этой позитивной ноте мы расходимся всем любви забыли про фотку а а Субтитры сделал DimaTorzok